матч проигравших группа r24 по-прежнему микрофона кабе большой привет всем кто присоединился сейчас уже в 9 утра прям позднее можно сказать время в субботу мы с вами в прямом эфире и смотрим противостояние бани и труба не появляется в левом верхнем углу карта night шейд по мне это уже сказал ну и конечно баня рассчитывает что все еще может выйти из этой группы надо побеждать true true один из аутсайдеров не только группы но и всего сезона как по мне и в целом конечно баня побеждать должен но для true наверно завода это сильнейший матчап true кстати с возрастом поднаел щеки по ему стал похож на им си немножко в общем по призовым dmc true немножко не добирается им все конечно уже давным-давно сдал лидирующие позиции потому что все-таки со времен когда он играл добавилось много турниров с действительно большими призовыми по 100 200 тысяч долларов поэтому там теперь комфортно лидирует сэрл и из-за этого вот у меня на канале иногда спрашивают час эрл там не стримит почему сэрл не играет маленькие турниры ну вот видимо для него учитывая количество титулов и количество заработанных денег это все предельно не мотивирует и даже судя по тому что он например участвует стоит home story капитам вопрос не в деньгах да иногда а вопрос вот в том какого уровня соперники хотя с другой стороны так можно было бы все онлайн турниры играть наверное вопрос во франшизах что в каких-то ивентах и турнирах он видит смысл в каких-то нет ну тру пока с его статусом выбирать не приходится в принципе особых достижений на его счету нету играл он в кеспа играл за восьмую команду кеспа кесп тиммейт но как-то потом поездил в америке по выступал но потом халяву прикрыли и в принципе с тех пор тру ну такой весьма средний игрок но все еще может отбираться на gsl для нас наверное главный плюс тру в том что он один из тех кто стримит иногда его можно посмотреть да любят там без гг по выходить но тут уж ладно баня полетел с бараком сбивать оверлорда оверлорд уже давно давно перелетел на жердочку подальше так что прокатывает страта дальше старпорт в итоге факта из-за этого строит сама лабораторию то есть там не будет ранних гелионов что-то забил такой бани подготовил тут супер быстрый роуч ворон и тру по всей видимости сам вообще улынет 3 раба добывают газ то есть здесь роучер эваджеров и подпуш в расчете на то что там батлы а батлы ли там тут 3 cc может да может нет сложно сказать на данном этапе если это больше со стелсом то в теории бане в дамках если это батл крузер вслепую тут видите в чем проблема бане не разведываю у него же риперта живой да это больше но плохо все для зерк то есть по билду плохо тут надо смотреть как по таймингам тут я конечно не эксперт но но заезжает все видит все видит абсолютно бане ну и по идее вот прям с этого момента можно не досматривать если вы очень спешите можете прям перемотать сразу на три минуты вперед ладно на 45 на следующую карту потому что я думаю что очень тяжело что-то сделать то есть такие есть нет есть вообще-то одна возможность должен тру отказаться от он должен просто забить и строить рабов он похоже так и делает ну тогда вообще-то может быть все не так но просто тут что плохо там-то 3 cc достраивается а утро 38 рабов то есть он сейчас в итоге такой блаевский подпуш сделает ну почему блаевский потому что на каком-то рандомном тайминге приходит роуч и линги что-то там прогоняют что-то там убивают как бы вроде особо ничего не сделали а что-то вроде и все не так уплохо у зерка да вот вот такой подкушим в итоге делает здесь баня прям всех рабов наверху вел на натурале не добывает и в принципе может быть труд и и неплохо выкрутился на самом деле из этой ситуации смотрите у него 55 на 37 до возможно те кто перемотал на пять минут через примерно две минуты будут смотреть продолжение в макро ну значит так почему бы и нет тру заказывает плеер ставит спорте иду и походу то так и будет ибо не будет вообще играть в пехоту дальше спокойно после своих большей он в последнее время действительно как пехотный террин по большей части хотя у него есть практика игры в механизацию но вот не очень любят корейцы механизацию несмотря на то что многие зерки говорят о том что против техники сложнее ну я так понимаю что главное что корейцев напрягает уже мельком касались мы этого темы когда су играл против ассо с карьерами что не выйти на новые базы то есть очень здорово корейские зерги не выпускают на новые базы но я вот я не знаю я смотрел вчера home story cup когда я видел как су потел против киллажура с его там вот прям наши в принципе смысле европейские террин и играли вот весь абуз абузов и чабузов ну киллажур то вообще из бразилии но вроде в европе живет он играл торы танки мины это вот то что на ладбере просто иногда до белого коленя доводят ю термал играл там торы батлы то есть вот это все что тяжело и когда смотришь как против этого потеет су и как бы ладно ю термал на киллажур он хороший игрок но как бы суд намного лучше и он очень 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 тяжело убивал эту армию и как бы очень плохо разменивался против этого а потом ты смотришь как играет мару пехоту играет innovation пехоту потому что у них и так работает и как бы все говорят ну мару же не идиот раз он играет пехоту значит пехота лучше я не уверен что пехота лучше мне было бы очень интересно посмотреть чтобы на gsl кто-то доказал что мех лучше но возможно на gsl доказывать это некому потому что у тех кто мог бы пехота тоже работает но у баня она вроде пока тоже работает неплохо тут интересное забегание на минус 10 севе true в принципе здорово про контратаковал но ему теперь надо как-то в лоб не умереть его шпиль не успевает в итоге придется ему принимать и не просто лингами это сражение а лингами 00 против 11 пехот классно зажимается бэйнов нет поэтому убивать тут нереально тяжело два медивака но я не знаю в принципе там все еще 65 рабов то сейчас перекапывается спорка для медиваков все будет не так круто заказано 5 муталисков но тут больше прилетают уже не будет здесь добычи передроп на мэйн если бы теран рабов не потерял то прям уже наверное игра была бы закончена так еще подержится немножко зерк у него заказан мув бэйном очень важно чтобы этот апгрейд доделался даже странно чтобы они не фокусит бэйлинг-нест он же видит что делается улучшение но наверное он считает что он уже может игру до победы сейчас доводить уже не для не до бэйлинг-нестов кстати в итоге он его зафокусил отменен апгрейд и без него очень тяжело минус шпиль ну конечно бани поставил здание прям но может быть он хотел спрятать чтобы было там непонятка вдруг роуч а вдруг hydra сам играл максимально стандартно залетает мута минус баньшу делает ну кстати в таком количестве даже муталиски более или менее неплохо сражаются и выбивают эту пехоту но пехота опять же 11 и да ты убил ту но как бы строятся морпехи немножко быстрее они стоят в четыре раза дешевле муталисков поэтому как бы ты там не менялся все равно конечно теран будет в плюсе если через атаку воевать без лингов и бэйнов а потом ты умрешь но это ничего не меняет как закончил бы фразу эрнест хемингуэй да и закончил в зеленых полях африки про то что кого бы она не любила и куда бы она не ушла мута твоя ушла она вся в минус к сожалению 1-0 побеждает баня но трус самого начала на скользкую дорожку встал хотел использовать особенность карты nightshade на которые можно быстро прийти роучер эвэджерами потому что карта короткая и этот билд хорошо работает роучер эвэджеровые пуши на 37 дронах против батлов вслепую видимо считал true что будут там батлы вслепую может быть в том числе по полетевшему бараку он сделал такой вывод косвен что типа летит барак значит что значит не строят реактор раз не строят реактор какой план возможно 3 cc может быть с батлом я могу предположить такую линию размышлений но может быть все гораздо проще он самого начала решила что на nightshade и я улыню посмотрим карта eternal empire на сет номер два может быть здесь механизация но для бани с другой стороны зачем то есть вот пехота конечно все таки это более надежный стиль который позволяет стабильно выигрывать когда террин выше классом вот что есть то есть и я думаю как раз этот и приводит к тому что топовые террин и сейчас все играют в пехоту потому что те топовые террин и которые вообще в мире есть они все выше классом такая вот история хиру марин не выше классом чем сколько вообще людей рейнар сэрол да и полтора корейца такие как dark и rogue и может быть су со всеми остальными он как бы просто играет в bio с позиции фаворита но промару innovation а тут вообще не о чем говорить поэтому так это работает но в противостоянии баня против true наверное это действительно оправдан такой true грустный прям хочется ему медвежонка плюшевого подарить с глазами пуговками может кто-нибудь и подарит я не знаю как там к сожалению сейчас матч проходит без корейских фанаток традиционных да грустно на gsl немножко без гумихо ну гумихо в армии он сразу в конце этого сезона отправился то есть там что-то типа по-моему полтора года у них срок так что он не особо скоро вернется не в этом году если он вообще захочет возвращаться старкрафта возможно в 2021 показывает нам что стандартно тут играет true как и многие зерги предпочитает не рисковать и прячут пол за минеральную линию да вот правильно пишут в чате зато америку по фармил то ни для кого из тех кто уезжал фармить другие регионы это не прошло бесследно можно конечно всегда дискутировать на тему того яйцо или все-таки курица потому что уехали фармить так как не тянули или перестали тянуть так как уехали фармить сложно сказать наверное игроки знали на что идут что касалось очень многих и mvp и мм и и for gg и джей донга кем был бы джей донг если бы не уехал в америку в мире 2 starcraft очень велика вероятность что никем потому что талант джей донга в ска 2 не подходил но не подходило все даже flash играл лучше при всем том насколько далек flash из иска 2 флеша из 1 starcraft а который и сейчас на а если зажигает и говорят сыграл прекрасные четвертьфиналы хотя я еще не смотрел матчи но собираюсь посмотреть флеша хотя бы были регулярно первые места по победам ну лидирующие места по победам на пролиге первые обычно были у хиро ссу ладно смотрим игру так это что за три оверлорда секундочку что там забил то утро баньша здесь со стелсом тем временем от бани снова что опять же логично больше в пехоту самый надежный опенинг он как бы особо не убивается ничем ну так чтоб прям его законтрить по билду да нет таких долгов и рипер приезжает разведывает а тут ничего нет нет здесь не добывается газ даже одним рабом тут вообще ничего нет тру просто строит рабов по всей видимости он просто плохо сыграл build order я там не уследил но 3 оверлорда в заказе на таком лимите это много видимо он просто в какой-то момент завтыкал но как револьвер в свое время говорил днище из мастер лиги но тру все-таки в грандмастере но как бы до днище 6 км назовем это так ну не должно быть таких ошибок на gsl ну ладно будем надеяться что не скажется что игра не превратится в скучное задавливание одного соперника другим пока здесь третий командный центр у бани и steam pack дома станцию больше вот-вот будет но поскольку труб забегал лингами и видел светящуюся лабораторию конечно же он вовремя поставил спорки и даже у него есть спорка на точке сбора так что все там чётенько тру в этот раз играет очень макро ориентированный стиль у него на 5-10 где-то пошли только два эволюшена он прям человек вообще никуда не торопится лэйр еще даже не заказан как я понимаю но поскольку он по идее на 5-30 никак не может быть готов следовательно не заказан 11 сначала но в этом нет ничего необычного четвертая база то есть так действительно играют это маслинга бейны что ты переживаешь стадию большие вот на спорках королевах строишь рабов 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 собак только под необходимые тайминги вот первый из них это примерно вот шесть с хвостиком когда могут приехать первые гелионы особенно после третьего цц и баньшей там сильно спешить некуда в этом плане тру пока молодец бейлинг-нест очень поздний очень халявный но опять же в данном случае от разведки то есть он пробегал видел стелс баньшу так что он понимает что никакого халбат пуша нет следовательно ему бейлинг-нест вот этот как бас отучил на 400 он не нужен невелико вложение да но это все-таки профессиональный старкрафт и здесь все имеет значение макро хата дома у труп очень пока хрестоматийный хороший зерковский билд ну а террин просто жмет кнопки в принципе баня закончилась баньшами пока и исполняет как я это называю геймплей барака из дот просто строит юнитов в доте просто упростили там не надо ничего делать они и так строятся подразумевается что оба соперника их все равно бы строили да зачем париться это я так увидел вчера анонс что будет турнир по игре регата симулятор типа виртуальный парусный спорт подумала может контент сделать по нему включил вчера посмотреть на каш смешной симулятор управление кнопками вправо-влево открывается в браузере есть кнопка встать на идеальный курс есть кнопка сделать поворот тоже можно подумать что ну конечно все же умеют как бы и так это делать да зачем усложнять нажал кнопку сделал идеальный поворот только конечно трехкратный чемпион мира по парусному спорту марка градони просто идет быстрее всех потому что знает как вести яхту но в симуляторе можно нажать кнопку и встать на идеальный курс all right так что я думаю что наверное контента с этого турнира от меня все же не будет ну а от баня будет чистка крипа в середине карты здесь тем временем пехота очень здорово харасит на 4 базе всего лишь одиночный дроп причем у нас тут какая-то смешная ситуация со стримом непонятная сейчас я его перезапущу у меня нет дропов но почему-то стала трансляция на африке но запись идет слава богу это два отдельных потока в этот раз хайф делается уже у утру тем временем но это в целом стандарт то есть ты рашешь 2233 и слонов обычная ситуация дальше адреналин естественно это такой стиль ну весьма распространенный который хорошо подходит если зерк умеет играть макро друг как раз именно в этом стиле тут решил сыграть у него 127 лингов 30 бейнов то есть стиль который мы когда что-то подобное играл димага ласково называли масса очень много юнитов юниты дешевые по большей части некачественные но главное работает ну и в современном старкрафте у меня этот стиль в первую очередь ассоциируется наверно с и лейзером который его обузил как раз вот об ту пору когда на gsl приезжал поиграть кажется в шестнадцатом или в семнадцатом году тут меня уже память подводит но его контрили например масс минами в последнее время отказались его контрить масс минами вроде контрит его больше вот так как бани сейчас играет но то есть с минами да но не с самого начала то есть попозже но вот они в принципе начинают появляться я признаться с этим перезапуском стрима немножко не уследил за тем готов ли там апгрейд нами нами на что-то оставлять во фронте то есть что-то ставила за слон стенку ну чтоб микрить и вот как раз сейчас он попытается это сделать но сплит не очень хороший на мой взгляд но бэйна в принципе поубивал вроде жить можно прогрузился стрим короче фиг знает что это было на работает и работает 5 слонов заказе у зерга игры 33 армор хитиновый вот этот панцирь в принципе true очень хорошо играет сейчас в плане макро после стартовых ошибок по мне так очень достойно смотрится вот здорово было бы взглянуть на соотношение по потерям но на корее не очень часто показывают такие цифры сразу если вы привыкли к другим ивентам не ждите и не горите у корейцев своя тема по об сервенгу предполагается что вы должны чувствовать ситуацию они любят чуть больше интриги сохранять они показывать все цифры но тут кстати бани любят чуть больше 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 сохранять 2 больше с самого начала игры живут и это напрягает реально куда больше чем могло бы показаться вот он грейд нами на кстати потому что ты хочешь играть лингов бэйнов и слонов никакого масса эйра тебе как бы не уперлась в смысле анти эйра а тут летают эти большие и они вносят совсем не детский урон на самом деле по слонам и кстати я вот припоминаю что в довольно старые правда уже времена году это к 2012-м когда масса слоны внезапно вошли в моду контрить их бань шами на карте металлополис были такие игры прям было решение то есть строишь 80 большей и у них так-то урон 20 и они нифиговые дэмэджи вносят по слоникам вопрос сейчас есть либераторы которые может быть чуть меньше страдают паразитических бомб пример и именно либераторы в заказе по большей части у баня ну и у них в чем очевидный плюс 6 реактора можно строить от большие в отличие да но в любом случае то что больше есть и нельзя просто так на халяву прибежать например одним слоном и почикать минеральную линию это тоже круто 80 большие говорят надо забегание огромная тру на шестую базу да вот против такого спасти к сожалению локацию невозможно есть такое преимущество у стиля через слонов и бэйнов там и слоны то проблевают из-за своего сплэша по рабочим ну разменял true эту базу на самом деле совсем не выгодно ведь он отдал своих 2 но он не тянет в макро мне кажется то есть как бы у него все зашибись он сыграл билд ему дали выйти в 3 3 свои но по счет не 33 вот сейчас по идее вот-вот должны быть почему-то у 32 сейчас далее в слонов выйти далее поставить 4 базы даже 5 баса макро хату все все дали особо не трогали 2 большие летали по карте но дальше идет игра и просто бани выигрывает ну и в принципе конечно если бы мы смотрели первую игру в жизни мы могли бегали играли только за зеркал мы могли бы сказать что ну тиран и имба что же все же очевидно но видимо просто true больше ошибается заказе кстати вот непонятно почему еще 33 нету тиран это видимо уже бани ошибся 40 но она доезжает даже без гастов просто о но это все это конечно нельзя так отдаваться на минах и и выжить даже если у тебя шрам на лбу не знаю но забирает просто бани хату улетает у него здесь работает база тут планетар очка он причем даже не стал ставить вот эту фирменную тиранов скую базу на богатом газу конечно полная жесть там были минки новые бейны от true будет он пытаться видимо в последнюю решающую атаку идти он даже не ставят там хату но это действительно последний налом вот в этот раз сплит хороший но знаете не очень трудно делать хороший сплит когда боевой лимит 130 на 20 заслуженная победа что принципе с самого начала я сказал что true в этой группе и в любой группе на этом турнире будет очень тяжело он игрок не того уровня он пытался баня так по-братски дал ему поиграть в макро но просто в этом макро ну завт это не тот матча я вот говорил что утру вроде завета хороший но наверное когда-то был да не знаю завтаю именно вот такое очень тяжело конечно играть когда соперник сильнее баня сильнее объективно но будем надеяться что true если будет отбираться на следующий сезон и не пускать туда кого-то из молодых да то будет готовиться получше никаких конечно претензий к нему лично нет и быть не может отобрался значит заслужил это же не nation wars где там можно голоса подкупить но как бы то ни было наверное и молодые ребята должны в следующем сезоне получить достаточную форму чтобы таких старичков как true которые уже сами показывать игру не способны не пропускать через отбор и окей закрываем тему последний матч на сегодня у нас остается решающий матч в котором с с будет играть против бани надеюсь такую же крутую игру как на старте перерыв и будем смотреть до сайт